Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Любовь Гаврилина сообщила о том, что покинула Дом-2. Скорее всего, она ушла на голосование и спасла своим уходом Леру Фрост. Новенький Евгений Жарков, который приходил к Лилии Четрару, переключился на Татьяну Графову, ведь Лиля наотрез отказалась общаться с ним. А Графова пишет, что ей не хватает в парне мужественности и жесткости. По результатам голосования, с Поляны на Сейшелы отправили Саймона Морданшина. Мэри Кулешова почувствовала, что теряет его и всеми силами рвется теперь на остров. Новенький Виталий, который пришел к Ольге Рапунцель, не произвел на нее впечатление. Более того, она заявила, что он хотел отравить ее просроченной едой. Виталий приготовил сырники из творога, срок годности которого истекает на следующий день. Алексей Чачиц опубликовал в сети фото паспорта, который он восстановил взамен украденного. И оказалось, что ему на самом деле 35 лет, а не 25, как указано на сайте Дома-2. Лилия Читрару и Сергей Захарьяш решили жить 50 на 50. «Мои деньги – это мои деньги», – пишет Лилия, «а его деньги – это его деньги. Но если он захочет сделать мне подарок, я не против. Надеюсь, что теперь проблем не будет». В сети появилось фото того самого бизнесмена, за чей счет Лилия долгое время жила до проекта. Девушка, которая сменила Лилию на посту любовницы, утверждает, что Читрару все выдумала. Лилия не получала от этого мужчины в подарок квартиру, машину. Их отношения продлились не более трех месяцев, а не год, как утверждает сама Читрару. Татьяна Владимировна Африкантова распускает слухи про Рому Капаклы. Ранее она утверждала, что парню на самом деле не 19, а 27 лет. Теперь она проболталась о ребенке, которого Рома бросил за периметром. Его первый брак оказался неудачным и закончился разводом. После чего Капаклы и пришел на проект. Но не в поисках любви, а ради карьеры и пиара. Илья Ебаров предполагает, что он может быть отцом ребенка Ольги Рапунцель. Он переспал с ней два раза, еще тогда, когда Оля была в отношениях с Димой Дмитренко на проекте. Ебаров хочет сделать ДНК-тест, чтобы узнать правду. Катя Жужа три месяца проучилась у известного диджея. Теперь она хочет заниматься этим сама и планирует гастрольный тур по городам России. Олесе Лисовской не понравились негативные комментарии под ее постом в Инстаграм, в котором она рассказала, что Вальтер Соломенцев оказался в психбольнице. «Какие же вы злые и желчные!» – пишет она. «Ему очень плохо. В психушке может оказаться любой человек». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Субтитры делал DimaTorzok